будем потихонечку начинать если какие-то будут проблемы там со звуком еще с чем-то вы мне тогда сообщайтесь чтобы я своевременно с ними разобралась сегодня у нас 18 марта 2022 года и говорить мы будем об травматичной чистке лица потому что классическая чистка лица в любом случае не подходит в контексте стрессовой кожи говорим немножко вообще что такое стрессовая кожа почему она становится стрессовый и что вообще такой стресс для человеческой организма для кожи причем стресс имеется ввиду не всегда психологический это может быть какое-то заболевание перенесенное как острое так и обострение хронического это может быть какие-то проявления агрессии внешней среды в которые человек попадает как правило не совсем ему свойственные либо которые уж слишком долго и агрессивно на человека воздействует от которых нельзя каким-то образом избавиться вот с чего мы собственно начнем это с того что мы вспомним какие разновидности чисток лица вообще бывает всем известно что чистка лица у нас как правило делится на а травматичную то есть когда мы не удаляем фактически не комедоны не комедоны не пустулезные элементы но папула мы ни в каком случае не удаляем либо это комплексная чистка когда элементы от травматичной чистки сочетаются с мануальной чисткой потому что никто еще не изобрел и не придумал никакого аппарата никакого приспособления который вместо человеческих рук мог бы почистить наше личико то есть и например аппаратная чистка это всегда какой-то этап какой-то какая-то часть как правило комплексной чистки лица ну либо в некоторых случаях от травматичной они самостоятельно процедура поэтому я всегда была как бы не в восторге от например прайс-листов салона красоты где там ультразвуковой пилинг выносили как отдельную процедуру либо это не просто ультразвуковой пилинг а отдельная процедура с ультразвуковым пилингом в протоколе либо это предложение пациенту самому выбирать что ему делать да а это как раз не очень хорошая практика и тактика потому что не клиент должен собирать протокол себе это я хочу это я не хочу я пойду стричься голову помою дома это то за 100 серии вот сам специалист должен назначать те элементы процедуры которые он индивидуально подобрал тому или иному своему клиенту так вот аппаратные чистки они разделяются по своему физическому фактору то есть если используется ультразвук то это будет ультразвуковой пилинг используется лопатка скрабер с низкочастотным ультразвуком если это гальваническая дезинкрустация то это соответственно используется электрический ток постоянный и щелочные препараты в комплексе с ним и собственно эти два вида чисток у нас даже на youtube канале есть видео где по достаточно подробно про это рассказываю показываю вот поэтому кому-то будет интересно можно зайти наш youtube канал где кстати этот вебинар тоже будет выложен но в раздел не вебинаров а лога и там поискать именно эти процедуры и газожидкостной пилинг это еще одна разновидность не могу сказать что это прям чистка как таковая да то есть газожидкостной пилинг это больше уходовая конечно процедура которая да может помочь отшелушить предварительно разогреванный эпидермис если мы сделали хорошо провели холодное распаривание перед собственно газожидкостным пилингом но газожидкостной пилинг или джетпил или аквапил его часто называют это достаточно неплохая уходовая процедура всесезонная которая обладает хорошим лимфодренажным эффектом делает кожу более ухоженной гладкой активизирует кровообращение то есть в принципе ничем уникальным по своей эффективности не является но ничего плохого мне тоже нет особенно то что ее можно в любой сезон использовать при любой активности солнца это как раз очень добавляет ей привлекательности процедуре когда собственно делать нам можно чистку да и когда нужно делать чистку если есть такие проявления как гиперкератоз и комедоны то есть гиперкератоз это повышенное роговение эпидермиса когда у нас эпидермис обновляется не так быстро как хотелось бы то есть не за месяц условно говоря а дольше и нарастает роговой слой более выраженной и кожа приобретает тусклый цвет она приобретает какие-то возможно шелушение какие-то неравномерности неровности тона и так далее и тому подобное вот и поэтому здесь как раз гиперкератоз это на самом деле одна из основных причин когда нам может нужна быть чистка ну и наличие комедоров то есть закупоренных пор что касается как раз проблемной кожи сейчас я попробую отключить звуки лишние извиняюсь что на сегодня сплошные технические неполадки какие-то один момент все лучше нас на лишние звуки не побеспокоит вот что касается проблемной кожи здесь как раз такой момент если меньше 10 воспалений то есть грубо говоря прощение много у человека да они там эпизодически возникает это не обострение окна например какого-нибудь или папу постулезной стадии розация то чистку можно делать в том числе даже комплексно да не обязательно травматично если же воспалений достаточно много то любые агрессивные процедуры в том числе мануальная чистка лица противопоказано потому что это просто усугубить ситуацию если кожа не раздражена можем делать чистку то есть мы сейчас говорим о чистке в контексте стрессовой кожи да стрессовая кожа она априори более гиперчувствительна но активного раздражения именно на фоне вот покраснение шелушение так далее конечно нельзя делать даже а травматичную чистку вообще нежелательно с такой кожей лишний раз водой контактировать вот поэтому обострение розации какая-то реакция гиперчувствительности то есть какое-то проявление аллергической реакции на крапивнице и так далее это прямое противопоказание против любых каких-то манипуляций с лицом том числе и чистки и даже отравматичной вот если нет обострения герпеса мы делаем то есть если герпетическая инфекция обострения в обострении то есть есть высыпание какие-то на коже лица даже если только на губе там одну один маленький элемент да все равно мы уже чистку не делаем потому что должно пройти это обострение лица должно пролечить и собственно тогда уже можно делать чистку ну и основное тоже показание наряду с гиперкератозом это если расширенные поры но собственно наличие расширенных пор и наличие комедонов она как правило сопутствует друг другу поэтому редко когда есть расширенные поры но нет комедонов за исключением тех случаев когда действительно есть расширенные поры например у людей старшего возраста когда в молодости в зрелом возрасте кожа была жирной или тезона например была жирной кожа потеряла свою эластичность упругости и уже говорится ну чаще всего ближе к менопаузе уже поры не могут находиться в тонусе да не могут стянуться условно говоря естественным путем и просто представляют собой такие естественные отверстия при этом человек если хорошо ухаживает за кожей они могут быть абсолютно не забиты особенно если человек не пользуется декоративной косметикой или какой-то уходовой косметикой который может казаться комедогенной до расширенные поры будут визуализироваться но они будут не забиты вот в таком случае как раз можно делать только травматичную чистку потому что выдавливать из этих устьев сальных желез будет нечего они фактически будут чистые поры но при этом с возрастом гиперкератоза он более выражен всегда потому что кожа обновляется значительно медленнее поэтому как раз а травматичная чистка она будет показана даже без привязки к наличию на первоповышенной чувствительности кожи то есть абсолютно нормальная кожа бывшая жирная у человека старше там 45-50 лет бывает что это оправдано и не нужно как говорится ничего ковырять если ковырять нечего грубо выразиться вот а вот гиперкератоз конечно профилактику стимулировать обновление кожи имеет смысл она тогда выглядит моложе свежее и цвет лица улучшается равномерность тона вспомним на всякий случай естественно не для специалистов определение типа кожи ее часто встречаемое состояние то есть типы кожи различаются по степени активности сальных желез то есть это нормально сухая жирная в норме да может быть бывает сиборейная кожа ее называют да еще или там сибопрофицитная то есть жирная сибопрофицитная это в принципе вариант нормы если это сиборейная кожа то есть проявления жирной сибореи какие то есть то кожное сало оно качественно изменено но это как раз влечет за собой возникновение каких-то воспалений и так далее комбинированная кожа это когда участки нормальной или сухой кожи ну к примеру на щеках или там на верхней части лба сочетаются с например жирностью повышенной в т-зоне что касается же обезвоженной чувствительной кожи это уже состояние то есть если жирная кожа или комбинированная или нормальная теряет влагу она становится обезвоженной причем влагу она может терять не только потому что человек например не использует увлажняющие средства может всю жизнь их не использовать но не иметь проблем с обезвоженностью если он живет в хорошей атмосферной влажности и достаточно пьет чистой воды вот то как бы если у него на хорошее кровообращение да нет нарушений капиллярного кровообращения и влага прекрасно из капилляров дермы попадает в эпидермис если же чего-то ему не хватает да или агрессивное воздействие внешней среды жара холод перепад температуры прочее если недостаточно влаги в организме то к сожалению кожа любого типа может стать обезвоженной то же самое чувствительной может стать любая кожа любой тип кожи и проблемной в принципе может стать любой тип кожи но естественно воспалением больше подвержена кожа симпроэффициентная то есть там где есть проблемы с активностью сальных желез гиперактивностью до их и с повышенной выработкой кожного сала которым к этим факторам до присоединяется нарушение паш кожи давать при этом паш начинает условно-патогенная микрофлора колонизировать гипер колонизация происходит поверхности кожи и условно-патогенная флора становится патогенной и возникает воспаление ну так если грубо да плюс фолликулярный гиперкератоз то есть повышенное роговение да и плохое отшелушивание оно происходит не только на поверхности кожи но и в устьях сальных желез закупоривается вот этим детритом устья сальных желез там создается благоприятная опять-таки среда для условно-патогенных ставших патогенными бактерии и возникает воспаление вот таким образом собственно жирная кожа и комбинированной в тазоне например она больше подвержена именно возникновение такой патологии как акне но с другой стороны и на сухой коже например при розации бывает папу постулезная стадия то есть воспаление тоже могут быть нарушение пигментации опять-таки тоже это может быть присуще любому типу кожи купероз может возникать на любом типе кожи до дряблась какая-то тоничность то есть нарушение тургоритонуса а также нарушение капиллярного коробращения то есть атоничная кожа так называемая как кожа курильщика это все те состояния в которых может оказаться к сожалению кожа любого типа вот что касается стрессовой кожи ну понятно что слово стресс мы в первую очередь ассоциируем с психологическим стрессом и да действительно психологический стресс он действительно влияет очень сильно на эндокринную систему то есть на иммунную систему все так называемые цепочки выработки гормон гормонов которые управляют так сказать нашими процессами в организме они могут нарушаться да вот эта вот вся схема четко отлаженная природа и она может нарушаться и таким образом у нас кожа тоже реагирует на стресс да и как я уже говорил в самом начале стресс это не всегда психологический стресс хотя он действительно очень важен особенно если он перерастает в хронический также любые не характерные для так сказать экзотичные какие-то состояния для человека да то есть женщина например рожает несколько раз за свою жизнь да это в общем-то состояние для нее природы запрограммированы но не сильно типичные то есть она не рожает каждый день поэтому как раз очень много различных изменений в том числе на коже волосах и так далее да и собственно с системой например утилизации жиров то же самое вот эти все изменения на которые гормональный фон влияет очень сильно они как раз характерны например для послеродового периода ну и соответственно период беременности тоже гормональный фон он влечет за собой изменения его какие-то изменения и на коже в том числе то есть могут быть те же самые прогестероновые прыщи могут быть обострение каких-то хронических заболеваний а может наоборот быть нормализацией их вообще на весь период беременности такое тоже бывает что касается заболеваний респираторных каких-то то есть гриппу рви и подобные тому заболевания они тоже зачастую влияют на состояние кожи и если есть например какой-то хронический дерматоз то он очень часто будет обостряться если возболели если же например заболевание какое-то хроническое не связанное допустим с какими-то конкретно кожными проявлениями обостряется то в какой-то момент например эти кожные проявления вот этого стресса они могут возникнуть но они будут связаны больше ну как сказать с комплексным каким-то воздействием то есть изменениями комплексными вообще в системе регуляции то есть это дисрегуляция идет на наш мир эндокринной системы и мы в том числе но не будут именно конкретному заболеванию привязаны я имею ввиду что человек допустим возникло обострение гипертонической болезни 10 обострения гипертонической болезни у него происходит без каких-то проблем с кожей а на 11 обострение у него еще и допустим обострение розанцы присоединилась ну то есть это так если обобщить какие же признаки стрессовой кожи то есть это в первую очередь конечно повышенная реактивность то есть чувствительность кожи повышена особенно это характерно для тех для кого в норме она не характерна Это повышенная реактивность, то есть все было хорошо-хорошо, но вот возник стресс какой-то, особенно если он довольно-таки длительный, то есть организм не успел перестроиться по принципу бей или беги, и как бы стресс затянулся, и, соответственно, начинается уже вот этот вот весь каскад нарушений в нашей регуляторной системе, в которой участвуют гипофиз, гипоталамус, отпочечники и, в общем, много других важных органов и систем. Повышенная реактивность, внезапные высыпания, которые не имеют объективных причин, то есть, например, при сухой коже вдруг не склонны к закупориванию пор, вдруг возникают какие-то высыпания, да, это даже может быть не крапивница, которую можно вычислить хотя бы, да, например, что какой-то был аллерген, возникла аллергия, и вот, пожалуйста, да, а бывает просто вот случайно начинаются резко какие-то высыпания, мелкие, как правило, прыщи, сыпь, да, бывает даже, что и инфекция какая-то присоединяется, потому что снижение иммунитета сопутствует стрессу, и таким образом человек иногда даже причину не может понять, то есть вроде всё идёт своим чередом, да, стресс присутствует, например, психологический, да, или какое-то было перенесено заболевание, тот же самый ковид пресловутый, но уже прилично давно, да, недели там, 3-4 назад, и вот человек, например, купил себе какой-то новый крем или сыворотку и думает, что вот это от крема, потом он перестаёт ей пользоваться, стресс не заканчивается при этом, а, собственно, отмена препарата не приводит к улучшению состояния кожи, вот, и очень часто бывает, что стресс как раз заканчивается, человек начинает опять пользоваться этим препаратом, да, и у него всё хорошо, да, и тут как раз можно понять, что, в общем-то, дело-то было не в косметике, например. Это бывает очень часто, кстати, и в последнее время особенно, когда люди пытаются экспериментировать, допустим, с какой-то косметикой новой для себя и на фоне какого-то стресса, какого-то, вот, вполне объективного, понимают, что им всё не подходит, то есть всё не подходит, всё вызывает какие-то проблемы с кожей. Дело как раз, наверное, не в косметике. Тусклый свет лица, потому что замедляется обновление кожи на фоне стресса, отёчность также. Отёчность, она сама по себе возникает из-за нарушения микроциркуляции, и она же сама усугубляет нарушение микроциркуляции, сдавливая без того, как говорится, повреждённые сосуды. То есть отёчность, она присутствует всегда в рамках стрессовой кожи, практически всегда, поэтому как раз основным элементом решения проблем именно антистрессовых, с точки зрения практической косметологии, традиционно является, например, массаж, если он не противопоказан данному пациенту, потому что массаж предполагает лимподренаж, плюс улучшение микроциркуляции местной, и, собственно, имеется в виду как раз неагрессивные, естественно, массажи, которые больше направлены на именно такой антистресс-воздействие и хороший качественный лимподренаж. Ну и, как я уже тоже упоминала, обострение хронических дерматозов любых тоже на фоне стресса – это типичная история. Как, собственно, это всё происходит? То есть стресс-индуцированные реакции всего организма, в том числе и кожи, они зависят, то есть возникают по причине того, что у нас начинают наши, как бы, так сказать, шефы, которые в голове, да, гипоталамский, в офис, которые, собственно, регулируют всеми нашими системами, метаболическими процессами, они начинают работать неправильно, да, они начинают паниковать, можно так сказать. Вот, и возникает гиперсекреция, например, цитокинов, ну, так же, как при воспалении, вы сейчас, наверное, многие знают уже, что такое цитокиновый шторм в контексте двухлетней пандемии, вот, и, в общем-то, любое воспаление – это выброс цитокинов, то есть интерлекинов в кровь, и таким образом активизируется воспалительный процесс. Любой воспалительный процесс, опять-таки, влечен за собой, ну, из патофизиологии мы это знаем, например, отек ткани. Поэтому запускаются вот эти вот иммунные реакции, запускается активация цепочки выработки гормонов, да, то есть это кортикотропин, релизинг-фактор, да, ну, или кортикалиберин, ну, еще по-другому называют, торгипоталамусе вырабатывается, запускается вся вот эта цепь выработки гормонов гипофиза, то есть потом идут уже по цепочке, да, выработка, например, адренокортикотропного гормона почечников, стимулируется выработка альфа-мелоцит, стимулирующего гормона, отсюда пигментация, например, может возникнуть на фоне стресса. Также вырабатываются кортикостероиды, вот, ну, особенно, гормон стресса кортизол, известный, да, многим, который, на самом деле, очень сильно влияет на все метаболические процессы в организме, ну, в том числе и на кожу. Более того, на фоне стресса сильного может дебютировать даже сахарный диабет, потому что те же самые глюкокортикоиды, вот, в частности, наиболее сильные кортизолы обладают этим влиянием, они влияют и на углеводный, и на белково-жировой обмен, то есть, по идее, они должны регулировать, да, то есть распад белков, липидов тканей, да, и, соответственно, должна синтезироваться глюкоза в печени, чтобы мы могли, ну, бей или беги, да, бежать хотя бы, да, у нас сил подал, вот, защищаться, но когда это происходит дольше, чем положено, в быстром таком, быстрореактивном, да, ответе организма, то, соответственно, вот эта активизация секреции инсулина, снижение чувствительности тканей при этом к инсулину под влиянием вот этих глюкокортикоидов, то есть так называемые контрансулярные метаболические эффекты, они как раз могут привести к тому, что человек, например, дебютирует сахарный диабет, вот. Что касается кожи, то кожа тоже является органом-мишенью для этих, можно сказать, нейромедиаторов, да, многих, и снижают кортикостероидные гормоны, глюкокортикоиды, синтез коллагена, да, почему, например, возникает такая вещь, как, вот, например, стероидная розация, когда люди используют часто и очень долго, длительно, естественно, бесконтрольно, без контроля врача, потому что ни один врач не назначит глюкокортикоиды местно, например, надолго. Используют долго, годами есть даже пациенты, которые чуть ли не там до 10 лет использовали какую-нибудь мазь с гидрокортизоном, а потом после отмены получили классическую стероидную розацию, но при этом уже получили атрофию кожи. То есть настолько ингибируется синтез коллагена и эластинов, фипробластами от этих препаратов, да, то есть, ну, и, соответственно, эндогенные наши глюкокортикоиды, они тоже это умеют. Другое дело, что у нас организм все-таки регулирует, и не будет постоянного вброса, если состояние человека нормализуется. Вот, и если используют бесконтрольно препараты с, как говорится, с топическими, например, глюкокортикоидами, то, к сожалению, действительно снижение коллагена и эластина в выработке ведет к атрофии кожи. И тут уже вообще ничего не поделаешь, никак это не вылечить. Вот, соответственно, мы знаем тоже по использованию медицинских препаратов с глюкокортикоидами то, что они снижают место иммунитета. То есть, они так и работают на, например, обострениях атопического дерматита, экзема и так далее. То есть, они снимают вот эту острую воспалительную реакцию за счет того, что они подавляют местный иммунитет. И поэтому, когда эндогенные тоже поступают в избыточном количестве, да, кортикостероиды, то местный иммунитет тоже начинает страдать. И таким образом это состояние дает возможность условно-патогенным микробам, например, гиперколонизировать кожу и тогда обостряется, например, воспалительные процессы, например, акне. Также влияют эти гормоны на сосудистые реакции, да, то есть на сосуды на наши. И таким образом вот эти все вегетососудистые явления, перепады артериального давления и так далее, там, проблемы с периферическим давлением, они, в том числе, где сосуды находятся близко, аналицин находятся близко к коже, да, поэтому любые вот эти проявления, они приводят к обострению розации, например, так как это ангионевроз изначально, да, заболевание, к появлению новых телеангиоктазий, к новым элементам купероза, да. Вот, вот что такое стрессовая кожа, то есть это, как говорится, довольно-таки сложный механизм регуляторный, и, к сожалению, кожа, она действительно является тоже органом-мишенью, когда вот этот стресс, то есть не только сердце, сосуды, не только, как говорится, магистральные сосуды страдают, да, страдает все, и в том числе мелкие капилляры. Вот, поэтому здесь достаточно все сложно, но надо понимать, что по-любому, если даже кожа, например, находится в состоянии повышенной чувствительности, если стрессовая кожа, то, к сожалению, бывает так, что чистка нужна, да, ну, как бы хотелось бы, да, ее как-то провести, потому что, например, кожа либо с очень выраженным гиперкератозом, либо, допустим, закупливаются поры и появляется воспаление без чисток, то есть, да, действительно, это бывает скорее тогда, когда человек не совсем правильно ухаживает за собой дома, потому что я не устаю повторять, что домашним уходом, правильным, регулярным, хорошим, можно избежать 80% проблем, да, то есть, какие-то кардинальные вещи, да, мы не изменим, мы не изменим объем тканей, например, лица, мы не уберем, например, избыток кожи в зоне вокруг глаз, мы, скажем так, с возрастом появившись, с опущения жировых компартментов лица, да, особенно при деформационном типе старения, то есть, возникновению деформации овала, мы сильно косметикой не сможем, как говорится, помочь, да, но, во-первых, отдалить этот момент мы сможем, а во-вторых, если мы, например, имеем дело с жирной комбинированной кожей, склонной к закупливанию пор, то сейчас возможностей самому, даже без участия профессионала, держать кожу в более-менее приличном состоянии, их просто миллион, вот, надо просто понимать, когда, что делать и как не переборщить, что делать, соответственно, если стрессовая кожа, то есть чистка, она должна быть только травматичной, ну и вне, как я уже вначале говорила, такого ярко выраженного обострения, потому что если обострение ярко выраженное, кожа, грубо говоря, вся красная шелушится или чем-нибудь там покрывается резко, конечно, мы не будем никаких делать чисток, нас не будут волновать тогда несколько комедонов, и даже если их несколько десятков на лице, вот, мы должны убрать вот это вот обострение, а потом только уже разбираться с комедонами. Что еще важно, да, если стрессовая кожа? Мы должны восстанавливать гидролипидный барьер, то есть и микробиом. Гидролипидная мантия, она во многом помогает нам как раз бороться с чувствительностью в том числе, потому что, естественно, чувствительность будет повышаться, и проблемы будут возникать быстрее на коже, которая стремительно теряет влагу, которая стремительно теряет, например, свои липиды, правильные церамиды рогового слоя, то есть роговой слой фактически несостоятельный, то есть вся агрессия внешней среды, все полютанты, вся химия, все, что вокруг нас, как говорится, летает, да, мы же не в идеальных условиях существуем, она будет осаждаться на несостоятельный гидролипидный барьер, то есть несостоятельный защитный барьер, и будет проникать глубже, чем нам бы это хотелось. Вот, и кроме того, кожа стрессовая, она всегда, опять-таки, как я уже говорила, с нарушением иммунитета, возможно, с качественно измененным кожным салом будет, потому что вследствие стресса нарушаются все вот эти гормональные регуляции, в том числе тестостерон начинает там, допустим, гулять, да, его уровень, и все дальше пойдут по цепочке проблемы с акне, например, да. Вот, так вот, собственно, PH кожи будут изменяться. Собственно, если мы будем поддерживать, например, микробиом, в данном случае нам это искусственно придется поддерживать, да, использовать, например, какие-то препараты а-ля, там, сыворотка пробиаскин с прой-пребиотиками или аналоги какие-то, восстанавливать гидролепидный барьер, используя средства барьерные, да, как церамидский сейвер, например, наш. Ну, я, в пример, нашу косметику генетекскую привожу, но понятно, что, наверное, есть и аналоги. Вот, и, собственно, когда мы чуть-чуть восстановим барьерную функцию, у нас как раз уходит вот эта гиперчувствительность, и вот тогда-то можно, в принципе, уже разбираться с комедонами. Что касается стрессовой кожи, то я тут специально написала такую фразу, лучше правильно умываться, чем проводить чистки. Вот, почему? Потому что если кожа, опять-таки, в каком-то обострении или таком подостром состоянии, что буквально там дунешь и развалится, да, карточный домик, то лучше всего регулярно очищать, хорошо очищать ее, эту кожу дома, да. Что для этого используется? Используется двухэтапное умывание, всем известно. Это всегда какой-то жиросодержащий препарат, но желательно, конечно, качественный. То есть, как правило, это гидрофильное масло или гидрофильный бальзам. Кому что больше нравится по текстуре. У нас тоже скоро должно выйти совершенно прекрасное гидрофильное масло. Мы вот так вот закончили тестирование. Я надеюсь, что ничто нам не помешает его выпустить. И тогда у нас будет собственное гидрофильное масло. Нужно будет искать импортное. Вот. Но пока можно взять какое доступное, да. Главное, чтобы оно было не совсем такое уж примитивное. То есть на хороших, мягких поверхностно-активных веществах. Соответственно, сначала мы фактически чистим поры, да, убираем глубокие загрязнения гидрофильным маслом, нанося его на сухую кожу, потом эмульгируя с водой, смывая. А потом уже используем обязательно мягкий, подчеркиваю, мягкий, бессульфатный какой-нибудь очищающий гель или пенку, да. Ну, в гель-теке нет сульфатных, любой можно взять, да. Самый мягкий будет гель очищающий, пенка чуть-чуть пожёстче, но тоже на мягких павах. Вот. Ну, и тут уже дело вкуса, кому что нравится. Либо какое-то другое средство, но которое, например, не содержит поры, плоросульфат и им подобных пав, там. Вот. Кстати, ещё лайфхак небольшой для, например, обладателей проблемной кожи и проблемами на как раз с ПАЖ кожи. У жирной кожи часто это бывает, что защелачивается, наоборот, указатель кожи. Можно брать гель для интимной гигиены, наш, например, с ПАЖ 4,5 и убывать им лицо. То есть очень многие родители подростков покупают своим детям его именно для того, чтобы умывать лицо с проблемной кожей, потому что у него молочная кислота в составе, а так, по сути, он по моющей основе, это наш очищающий гель, да, фактически. То есть на его основе был сделан этот препарат. Поэтому он такой же мягкий, только с кислым ПАЖ, с молочной кислотой в составе в небольшом проценте. Вот. При этом она не будет раздражать кожу, она больше на увлажнение работает, но будет поддерживать вот этот вот слабокислый ПАЖ. Поэтому его можно спокойно использовать, если кожа чувствительная. То есть это не кислотная умывалка, там, с гликолевой кислотой какой-нибудь имейте в виду. Вот. Обязательно использовать тоник, естественно, да, и использовать мягкую воду одноразовые плотенчики, потому что если кожа проблемная, например, с высыпаниями, то гигиена очень важна. Кожу не надо пересушивать, не нужно использовать какие-то спиртовые или еще какие-то подобные, иссушающие кожу, даже саллициловые, да, например, лосьоны. Вот когда кожа стрессовая, как раз следите за тем, чтобы была мягкая вода. Из-под крана у нас не всегда, к сожалению, течет мягкая вода. Тут нам на помощь может прийти и кипяченая вода, либо фильтрованная. Если у кого-то на кухне стоит фильтр, я всегда рекомендую такой способ, что если у вас есть вот этот кран, который подключен к системе фильтрации, например, обратному осмосу, то вы можете утром спокойно умываться этой водой. И это будет гораздо физиологичнее, нежели умываться жесткой водой из-под крана. Кроме того, если кожа чувствительная, то утром лучше не использовать моющие средства, а просто ополоснуть вот этой вот мягкой водой кипяченой или фильтрованной кожу лица, протереть тоником и, собственно, на этом умывание закончить. Также важно для стрессовой кожи исключить комедогенный уход и декоративную косметику. Опять-таки, если кожа с нормальным защитным барьером, не в стрессе, нормальный иммунитет у человека, да, все хорошо, возможно, эта же декоративная косметика и этот же уход, например, такой более плотный, например, кремы какие-то, они не принесут никакого вреда, то есть кожа справится. Если же кожа стрессовая, то даже более-менее привычная косметика, которая может закупоривать поры, например, она поведет себя коварно, и поэтому лучше минимизировать вообще декоративную косметику, очень тщательно подбирать уход, смотреть, как кожа реагирует, да, если вы купили какой-то крем, и вы видите, что прямо на глазах поры там за 3-4 дня забиваются, ну оставьте пока этот крем на тот случай, пока, собственно, или на руки его домашние, да, то есть не используйте его для того, чтобы не усугубить ситуацию. Вот, ну и последний пункт, очень важный, это своевременно лечить обострение хронических дерматозов, потому что иногда люди затягивают, они думают, а, сейчас я вот уходом справлюсь, я там, допустим, что-то там поделаю, то другое, пятое, десятое, в интернете почитаю, и хронический дерматоз, обострение его, акне, эндрия, тоже розация, да, они приходят уже в то состояние, когда уже просто уходом, просто каким-то краткосрочным курсом чего-либо, да, уже не помочь, то есть само лечение будет агрессивнее, соответственно, побочных эффектов от лечения будет больше, и получится вот замкнутый круг, шаг вперед, два шага назад, поэтому как только обостряется какой-то хронический дерматоз, надо идти к дерматологу, снимать обострение по возможности, ну, либо если вы в курсе, как его снимать, потому что он хронический, вы уже снимали многократно, да, телефонная консультация с дерматологом, он там одобряет, допустим, ваши действия, и вы снимаете обострение. Таким образом, просто избежите вот именно такого вот, как бы, неконтролируемого развития ситуации на фоне стресса, да, она может достаточно неконтролируемой быть, и избежите того, что вам придется назначать уже тяжелую артиллерию, которая сама по себе тяжело переносится. Вот, это то, что я хотела сказать по поводу вообще, как со стрессовой кожей себя вести, да, ну, и, соответственно, когда к вам приходят пациенты, как к специалисту с такой кожей, да, не нужно пытаться им назначить все, как говорится, что у вас в руках, вот, надо просто настолько минималистично подходить вот к назначению домашнего ухода, обязательно объяснять, ну, как косметологи, мы на приеме имеем возможность, в отличие от дерматологов КВД, имеющих там 15 минут на пациента, вот, мы имеем возможность поговорить, да, на консультации, мы должны обязательно объяснять про домашний уход, про то, что каждое новое средство нужно вводить, как прикорм к младенцу, я люблю повторять эту фразу, как бы, из раза в раз, потому что это действительно так, когда мы новое средство используем одно, там, 3-4 дня, смотрим, как кожа реагирует, только потом мы уже его включаем в свою стандартную рутину и там, допустим, мы пробуем какое-то новое средство, потому что очень часто люди берут, подбирают уход, действительно подбирают даже со специалистом, правильно, хорошо, вот, и, соответственно, если подобрал специалист, как вот у нас сейчас в гильтеке есть, например, в Москве, Центр диагностики кожи, бывший шоурум, да, где у нас принимают, консультируют косметологи, онлайн, очно, бесплатно причем, да, они подбирают, хорошо, они оценят ваш уход, там, допустим, который у вас дома, что можно из него там выкинуть, а что наоборот вам подходит, не нужно докупать что-то лишнее, допустим, наше, то есть очень адекватно, но при этом все равно человек должен прийти домой и не сразу все там 5 препаратов свежекупленных на себя на вазах, да, или сразу все поменять, да, а должен постепенно каждый препарат вводить по одному, и вот это введение, например, 5 препаратов, оно будет длиться, ну, соответственно, в течение месяца, потому что сначала мы там, допустим, очищение вводим, потом тоник, потом пробуем сыру, например, потом пробуем крем, ну, или мы вводим первым то, что нам нужнее всего, например. Вот, поэтому здесь как раз не хватало вам крема в уходе, да, например, социозащитного вы его купили, плюс купили еще очищение, но у вас еще не закончилось старое, которое подходит, да, поэтому заканчиваем старое, которое точно подходит, и вводим первым крем, да, ну, понимаете, да. Вот, если, кстати, есть какие-то вопросы, вы мне задавайте сразу, потому что я вижу реакцию, молчите, мало ли, может быть, меня уже не слышно, или вопросы какие-нибудь есть, и они не пишутся, так что я с удовольствием отвечу на вопросы, если им будут. Значит, соответственно, понятно, да, вот по поводу подбора ухода тоже надо все постепенно вводить, буквально там несколько дней человек попробовал один препарат, только потом добавляет к нему следующий, тогда все будет хорошо. И также можно отследить, если вдруг какой-то аллерген, например, в препарате оказался, и он конкретно вам лично не подходит, и индивидуальную гиперчувствительность вызывает. Какой чек-лист у нас, как для специалистов, для проведения травматичной чистки? Это обязательно мягкое очищение бессульфатное, ну, у нас, естественно, весь этот чек-лист на примере, ну, практически весь на примере гельтекосметики, но, опять-таки, вы можете проводить параллели с теми линейками, на которых вы еще работаете, да, я никогда не, как говорится, не давлю на то, что вот только должны быть наши препараты, только там, то есть вы, я как бы проповедую такой универсальный подход, да, потому что мы же не знаем, с чем нам придется столкнуться, что нам будет доступно, и, собственно, какой марки мы будем работать, с каким марки мы будем комбинировать, они прекрасно все комбинируются на самом деле, вот, поэтому надо ориентироваться на составы, то есть чуть-чуть косметическую химию подтянуть, если она не подтянута до определенного уровня, и, соответственно, на надежность производителей, тогда можно, как говорится, и комбинировать, и подбирать средства именно по показаниям, как бы, для пациента. Так вот, гель очищающий я бы взяла вот в этот чек-лист, как такое универсальное средство, которое можно и с глаз макияж смывать, и вообще с грязнением смывать, и для любого типа кожи, и очень мягкий на кокоглюкозиде. Также в этот чек-лист я бы включила два варианта жидких средств, то есть тоников, по сути, это тоник для жирной проблемной кожи, в нашей косметике он не имеет в гельтековской никаких подсушивающих дополнительных компонентов, там самый себе регулирующий компонент, это экстракт гомомелиса, да, там нет ни слицинки, там нет ни каких-то там спиртовых производных, да, и это на самом деле просто мягкий балансирующий тоник с гомомелисом, поэтому его можно спокойно использовать и для чувствительной кожи в том числе. Лосьон-концентрат Нео, я бы, да-да, Жанна, кстати, у нас, я проанонсирую, может, если не забуду, у нас, если все будет хорошо, опять-таки, мы сейчас с очень большой сложностью, можем вообще в нашей жизни что-то планировать, но у нас как раз закончились тестирования с хорошим очень результатом как раз маски с коалином, я мечтала, не знаю, уже несколько лет, что у нас в гельтеке появилась наконец своя маска с коалином, и я надеюсь, что если нас ничто не остановит, то она у нас скоро будет. Вот, у нас там в линейке Заю питательная маска разрабатывается, тоже очень приятная, очень классная. Тоже, кстати, обращайте внимание на наших дочек, можно сказать, Заю и Систео, да, то есть это наши же линейки, только Заю это натуральная косметика, да, а Систео это специальная линейка для мужчин. Вот, пептидная у нас будет скоро крем для век с церамидами и пептидами. Тоже я надеюсь, что у нас ничто не остановит, и он все-таки выйдет. Вот, и, собственно, да, мы работаем над этим, у нас сейчас много достаточно планируется новинок, ну, как говорится, будем надеяться, что все у нас получится. Вот, кстати, по поводу питательной маски, да, без пептидов, правда, но пока, да, я, например, с достаточно хорошими результатами использую наш спа-апельсин прекрасный, питательный крем из линейки антиэйдж, толстым слоем и под массаж, и просто как маску толстым слоем питательную, очень хорошо можно его использовать, имейте в виду, такой лайфхак, можно сказать, из личной жизни. Вот, значит, вернемся к нашему чек-листу, лосьон-концентрат Нео. Естественно, лосьон-концентрат Нео мы будем использовать в конце, потому что в конце отравматичной чистки мы всегда делаем по протоколу успокаивающую маску. Вот, успокаивающую маску, как делают, все, наверное, практически присутствующие здесь, если только кто не первый раз, да, знают, и многие пользуются, кто с нами давно, этим способом, да, когда мы комбинируем гель для сухой нормальной кожи Нео, и лосьон-концентрат вместе с одноразовой масочкой из панлейса и делаем такую, как бы, такой, можно сказать, успокаивающий, восстанавливающий компресс. То есть в конце какой-то, например, травматичной процедуры, в данном случае, в конце, например, отравматичной чистки могу мы и делать. Вот, следующее, значит, это отшелушивающие средства. Тут зависит от того, будем ли мы делать отравматичную чистку без использования аппарата или с использованием аппарата. Если мы используем, например, гальваническую чистку или ультразвуковую в контексте проведения от травматичной чистки, мы можем это использовать, но опять-таки надо смотреть, чтобы не в таком прям остром состоянии была кожа, потому что и, например, есть свои противопоказания. У нас есть много на самом деле информации на ютуб-канале и вебинаров, блогов, которые именно про аппаратные чистки, поэтому можно тонкости там, кто, допустим, захочет посмотреть. Но суть в чем, если вот развок, да, мы делаем, то его можно на чувствительной кожу, он как раз был придуман даже для чувствительной кожи, которую нельзя химией отшелушивать, какой-то любой, даже самый щадящий. Вот, и тогда нам нужен гель ледзинкрустации. На жидкости мы можем в принципе сэкономить, имея тоник для жирной проблемной кожи и, в общем-то, под лопаточку брызгать его и проводить эту чистку. Но если есть возможность иметь еще и лосьон для ледзинкрустации, то можно использовать его для того, чтобы усиливать эффект кавитации во время ультразыковой чистки. А если же вы используете гальваническую чистку, сразу противопоказание основное, да, в контексте, опять-таки, кожи такой, это сосудистые проблемы. То есть если есть выраженный купероз, есть сосудистые проблемы, то тогда гальванику, постоянный ток мы использовать не сможем. Лучше тогда чистить ультразвуком или использовать химические такие вот разрыхляющие вещества. Вот, соответственно, если гальваническая чистка, тогда нам лосьон для дезинкрустации будет к гелю в компанию просто необходимо обязательно, потому что нам нужно пропитать чем-то эту маску, по которой мы тканевую будем вводить наши манипулы и, в общем-то, отшелушивать постоянным током кожу, потому что вот этот лосьон, он должен быть щелочным. Вот, а лосьон для дезинкрустации, он специально разработан в основном для гальванической чистки, ну, для аппаратных чисток лица, и он, как бы, не будет раздражать кожу при этом, да, но при этом он будет иметь щелочной плаш и отлично, собственно, сочетаться с воздействием постоянным током, потому что, да, многие говорят, что, ну, кажется, да, голь на выдумке хитра, давайте соду разведем, но здесь как раз большой риск, что если мы будем сами бодяжить щелочной раствор, да, дезинкрустирующий, то мы получим раздражение кожи больше, больше шансов, нежели если мы возьмем лосьон, формула которого, да, специально разработана для чувствительной кожи. Значит, если мы аппаратные чистки предполагаем, да, вот нам нужна вот эта парочка гель для дезинкрустации и лосьон для дезинкрустации, ну, либо хотя бы только гель. Если же мы не предполагаем аппаратного воздействия, да, то здесь у нас три варианта, то есть один из них – это гель для дезинкрустации, опять-таки он самый мягкий, самый щадящий, вот, его можно нанести под пленку, смыть, да, и не использовать аппарат, он тоже разыграет эпидермис, вот. Но чтобы больше был эффект, да, более выраженный, то нам, конечно, лучше использовать энзимный пилинг. Тут здесь у нас два варианта есть, или энзимная пектиновая маска, это самый универсальный вариант, который все, в общем-то, любят и знают давно, вот, но если вдруг, допустим, на сам фермент папаин, да, или на какое-то небольшое содержание молочной кислоты, которую в энзимной пектиновой маске человек реагирует, вот, то у нас есть еще один вариант запасной, это кофейный скраб, опять-таки из натуральной линейки The U, на энзимы граната, но в этом случае я, прям, надо было красным написать, вот, хотел бы подчеркнуть, что не нужно использовать тогда абразив, который в нем есть, вот, то есть он просто наносится как маска, и работают только энзимы, вот, и потом мы его смываем аккуратненько влажной салфеточкой, вот, то есть мы не растираем вот этот абразив по коже, мы можем использовать его чуть дольше, чем, допустим, когда мы работаем с ним стандартно, как с абразивом, как с обычным скрабом, да, но при этом мы самоабразив задействовать не будем, просто мы нанесли, подержали, да, и смыли, можно даже под пленку нанести при желании, но с пленкой тоже быть осторожны на чувствительной коже и на стрессовой коже, потому что под пленкой реакция вот эта вся, понятно, разрыхляет лучше, но реакции кожи могут более сильными быть, поэтому как раз хороши гелевые пилинги тем, что они не требуют закрытия пленки, пленкой, в отличие от порошковых, например, энзимных пилингов, здесь мы просто нанесли и можем спокойно держать, да, вот, не закрывая ничем, но если нужно более сильное разокление, то, как правило, закрывается пленкой, понятно, да, вот этот момент, то есть или энзим папаин в энзимной пектиновой маске, там папаин мучин, либо кофейный скраб с энзимами граната, но не используем абразив, абразив там не сильно агрессивный, то есть слово кофе, оно не должно пугать людей, вот, потому что на самом деле кофе там прям мелкого помола, как пудра, и он не используется вообще как абразив, там даже больше, наверное, для аромата добавлен, да, вот, а сам абразив там микроцеллюлоза, то есть там целлюлозные частички, они достаточно гладкие, и, в общем-то, не царапают кожу, это не косточками скраб, вот, но если кожа чувствительная, еще раз подчеркну в третий раз, четвертый, что мы абразив не задействуем, но можем использовать кофейный скраб, как энзимную маску. Дальше нам в протоколе, да, то есть мы идем по протоколу поверхностное очищение, да, потом глубокое очищение, то есть разрыхление эпидермиса, потом мы обязательно делаем маску с коалином, вот, вот ждем, пока сейчас появится, я надеюсь, наша, вот, ну, пока не появилось, можно использовать любых других производителей, которым вы доверяете, единственное, что, смотрите, чтобы в этой маске не было большого количества ментола, да, он может быть чуть-чуть, да, добавлен, но он не должен холодить кожу сильно, не должно быть каких-то агрессивных, вот, таких вот воздействий, то есть кожа не должно сжечь от этой маски, она должна больше даже успокаивать, вот, потому что, например, я очень часто работаю, например, никому не секрет, там, с израильской фирмы Джиджи, да, и у меня в арсенале есть практически все глиняные маски, вот, но они практически все агрессивные, то есть в контексте стрессовой кожи я бы взяла более мягкий вариант, то есть их я не ихтиоловую, не астриджин, тем более, там, не даже себе вид не возьму, вот, потому что это для нормальной кожи без проблем с чувствительностью подходит, вот, соответственно, после маски с калином, которую мы кладем минут на 15, да, мы смываем ее, снимаем, тонизируем обязательно кожу, чтобы после контакта с водой у нас ПАЖ все-таки быстренько восстановился, пришел в норму, и, причем, кстати, тоже один из лайфхаков, когда мы используем пертоники для кожи чувствительной, нам не обязательно использовать их на ватный диск и протирать, потому что само вот это трение, протирание чем-либо, оно может привести к покраснениям, к каким-то тоже обострениям чувствительности. Для этого берем тоник в спрее, ну, например, тоник для жирной кожи наш, он прекрасно, как бы, орошает лицо из спрея, вот, и, ну, большинство наших тоников, за исключением тоника с гиалуроновой кислотой, эластином, можно использовать в спреи. Ну, лосьонка-центрат, я бы не стала использовать в спреи по причине того, что он желтоватого цвета, вот, поэтому его лучше на ватный диск или на маску, все остальные тоники можно использовать в спреи. Вот мы оросили лицо, потом мягким чем-то промокнули и вот, пожалуйста, протонизировали кожу, как гидролатом. Вот, соответственно, после маски с каолином, после того, как мы ее смыли, кожу там оросили или протерли, в зависимости от, мы делаем обязательно успокаивающую маску. Успокаивающая маска как раз делается наша вот любимая фарфоровая кожа, это гель для сухой нормальной кожи Нео, который наносится на лицо, потом кладется масочка из, там, такого вот материала, да, пропитанная лосьоном концентратом Нео, то есть у них одинаковый состав, они друг друга дополняют, только лосьонный концентрат, он более концентрированный, скажем так. Вот, и накрываем это сухим махровым полотенчиком. 15-20 минут и лицо спокойное, сосудики сужены, и все хорошо. Таким образом мы отравматичную чистку делаем так, что мы вообще не касаемся фактически лица руками, мы только работаем с препаратами. Вот умыли, сделали какой-то, каким-то из препаратов глубокое очищение, потом сделали маску, смыли ее, да, протонизировали кожу, потом сделали маску успокаивающую, уже ничего не смываем, с водой не контактируем, она как бы так и остается, остатки на коже, да, мы можем этой же масочкой снять, их просто, ну, стереть, если они не впитались. И после этого мы наносим уже финальные средства в конце отравматичной чистки, если есть воспаление, опять-таки, не просто гиперкератоз, да, если просто гиперкератоз, кожа тусклая, там, мы хотим его просто сделать более гладкой и сияющей, да, то нам не нужно, например, использовать всякие антисептические пудры и дарсонализации. Вот, если же кожа проблемная, да, все-таки были воспаления, есть к ним склонность, то мы можем еще закончить и нет сосудистых проблем, кстати, ярко выраженных, то мы можем закончить процесс чистки дарсонвалем. Берем, либо наносим финальное средство, локально на какие-то места с воспалением можем нанести сыворотку стопокнеса залаиновой кислотой, на все лицо мы можем успокаивающий гель нанести, либо демотен с серой, либо пробиоскин с пробиотики, кому что больше нравится, то есть они по-разному на разных людях работают, кто-то прям очень любит пробиоскин, кто-то там очень любит демотен и годами на нем сидит, вот, то здесь уже, как говорится, зависит от того, какой у вас клиент и что ему больше подходит. И когда все это уже впиталось и кожа сухая, мы можем нанести антисептическую пудру, можем только на зону, где есть воспаление нанести и сделать дарсонвализацию. Если не нужна антисептическая пудра, например, или поры атоничный возраст, например, да, допустим, уже старший возраст у пациента, да, эта пудра может быть порой атоничной забиваться, поэтому на такую кожу мы антисептическую пудру не используем, ну, мы вообще пудры стараемся не использовать, вот, то без пудры, но на сухую кожу обрабатываем дарсонвалем. Две-три минуты вполне достаточно для, собственно, того, чтобы закончить атоничную чистку. Если вдруг какие-то воспалительные элементы есть, да, папулы или пустулы, даже если мы их не удалили, мы можем их дистантным методом пристрелить, можно сказать, да, вот этим вот электродиком дарсонвали. И если вдруг мы чистку запланировали на первую половину дня, что я категорически не рекомендую, на самом деле, да, лучше все-таки чистки оставлять на уже не солнечное время, чтобы не было необходимости наносить еще и СПФ, который потом вечером придется человеку смывать, а так он нанес дыматен и может даже вечером не умываться спокойно, не дербанить кожу лишний раз, да. Вот, если, конечно, он там не планирует где-то в общественном транспорте есть, ну, то есть, если кожа чистая, грубо говоря, он там возле дома пришел к вам в салон, вы ему сделаем, пошел домой и там отдыхает, ну, незачем ему вечером еще раз умываться. А если он нанесет ему, допустим, солнцезащитное средство, его по-любому придется смывать. Вот, ну и, соответственно, да, если в первой половине дня, то мы используем солнцезащитное средство, ну, в зависимости от уровня инсоляции, сейчас мы можем использовать в средней полосе увлажняющий крем или крем для комбинированной кожи СПФ 10 и 15, соответственно. Если мы, допустим, уже в солнечное время будем или живем где-то на юге, то мультипротектор СПФ 50+, нам в помощь, он oil-free, он хорошо работает и на чувствительной, и на проблемной коже, на жирной коже в том числе, да, потому что масел не содержит, хорошо переносится, поэтому вот его можем взять на вооружение. Вот, собственно, протокол, да. Собственно, мы его уже, можно сказать, обсудили, да, вот на этом слайде я примерный протокол еще раз выписала, да, то есть как бы снятие макияжа, глубокое очищение, ну, один из видов, да, который мы обсудили только что, да. Можно, если кожа не очень чувствительная, да, какие-то легко удаляемые элементы убрать руками, но в контексте полностью отравматичной чистки я бы вообще ничего не трогала. Вот, соответственно, кстати, если есть воспалительные элементы, да, мы можем локально дома, да, человеку назначить то, что ему лучше подходит, да, если это какие-то небольшие воспаления, да, их можно локальными какими-то средствами извлечь, да, то есть без того, чтобы их выдавливать, да, это можно человеку научить, объяснить, как делать мини-компрессики там с актеуловой мазью, с тем же самым, с тем же, с тем же самым, с той же мазью Вишневского, да, то есть как бы у нас даже где-то был блок на эту тему, когда там я показывала, как вырезать этот компрессик, чтобы не попадал, не попадал воздух под вот этот вот ватный диск, на который нанесен, например, тот же самый бальзам Вишневского, вот, и можно действительно на ночь вот такие делать аппликации, можно глиняные маски на ночь наносить подсушивающие, если есть болтушка а-ля там Джиджевский Биадер, то можно, конечно, ее использовать локально, да, чтобы у нас без лишней травматизации кожи и выдавливания вот этих вот воспалительных элементов они постепенно уходили, вот, поэтому, если кому интересно, можно наш влог поискать, где там на тему как раз из серии, по-моему, сам себе косметолог, еще в пандемии мы снимали, как делать вот эти вот компрессики, как, если наш, нас внезапно, как говорится, коварный пищ посетил, да, неожиданно, да, как и за несколько дней от него избавиться, да, домашними способами. Соответственно, в контексте отравматичной чистки, как я уже говорила, да, как правило, мы не трогаем никакие воспалительные элементы, если только прям совсем уж легко их нельзя удалить, соответственно, тогда нужно обязательно продезинфицировать, нанести на их цинковую болтушку, вот, и глиняная маска на 15-20 минут, потом тоник, потом уже финальные средства, потом успокаивающая маска и потом финальные средства, вот здесь, кстати, у меня ошибочка, про успокаивающую маску не написано. Вот, соответственно, если вы, например, все-таки удаляли воспалительные элементы, да, и нанесли потом, допустим, какой-то элемент с, какой-то препарат с антибактериальным компонентом, а-ля порошок баниоцин, да, то тогда уже пациент должен использовать этот же порошочек баниоцин дома в течение, там, нескольких дней, пока вот этот воспалительный элемент не пройдет, чтобы не получилось так, что мы нанесем антибактериальные средства, да, у нас недостаточно будет количества нанесений, да, недостаточно его концентрации на коже в итоге, и у нас устойчивая микрофлора сформируется, вот, поэтому здесь надо учитывать этот момент. Вопрос, вижу, где взять цинковую болтушку, ну, я очень люблю, на самом деле, цинковую болтушку Джинджи, Биадер, не знаю, как она сейчас будет нам доступна, у меня, конечно, это самое, она кончается очень долго, поэтому у меня, конечно, есть, у кого она есть, наверное, тоже там большой флакон, как говорится, его можно использовать и год, и даже два, там достаточно большой срок хранения, там она на спирту, вот, но если нет, то можно взять обычный циндоу из аптеки, то есть, либо, например, взять раствор коламин, если еще где-то остался из аптеки, которые часто используются для, например, аппликации на воспалительные элементы, на элементы при ветрянке у деток. Вот, коламин тоже можно использовать, кстати, у нас тоже сейчас скоро выходит тоник, двухфазный для матирующей, опять-таки, я надеюсь, что все-таки он выйдет, вот, для проблемной кожи, для кожи с окна, для жирной кожи больше даже, чем для проблемной, он как раз с коламином, то есть противоотопалительным, вот этим вот компонентом будет, вот, и я надеюсь, что он вам тоже понравится, так что следите за выходом наших новых препаратов, наверное, проще всего где-то вот в ВКонтакте, не знаю, Инстаграм там будет, не будет работать, на сайте на нашем всегда анонсируются эти новинки, поэтому следите. Вот, поэтому, если ничего этого нет, то циндоу, коламин, ну, в лучшем варианте болтушка Биады, Ромаджиджи, и аналогичные есть еще в некоторых сраильских марках. Вот, единственное, что я могу сказать, в отличие от, например, циндоу аптечного, от Биадермы, например, Джинджевского, Биадерму мы когда наносим, через какое-то время она подсыхает, и можно просто ватным диском или кисточкой стряхнуть, вот эти остатки, она практически незаметна, как пудра будет на коже. Если же мы нанесли циндоу, то если мы хотим вот это белое пятно убрать, мы его никак не стряхнем, должны только снять его влажным чем-то. То есть она не стряхивается. Вот это разница, да, не очень комфортная, но работать работаем, да, то есть циндоу можно тоже использовать. Вот, что еще такого важного, да, я хотела сказать уже в заключение, это про домашний уход немножко, да, ну, домашний уход мы уже, можно сказать, в самом начале обсудили, то есть если кожа стрессовая, понятно, что мы всячески восстанавливаем гидролепидные барьеры, всячески, то есть церамид скинсейвера нам в помощь, всякие, допустим, средства с антиоксидантами нам в помощь, тоже очень хорошо работают, а-ля Сиэнерджи, да, которые вообще содержат, наверное, квинтэссенцию из всевозможных антиоксидантов, витамин С, респиратрол, гидрокерцетин, там вот просто целый коктейль. Вот, можно ее использовать, также можно использовать, кстати, витамин С там в стабильной форме, поэтому ее можно использовать днем, ну, под СПФ, например, вот, то есть это не кислая форма и не кислый паш, имеете в виду, очень часто путают, боятся большую концентрацию витамин С, например, потому что привыкли, что в достаточно большой концентрации используется кислая форма, но здесь нет, здесь стабильная форма, там липосомальный аскорбилпульметат и аскорбилблюкозин. Собственно, можем использовать пропиоскин, да, с пройпребиотиками, можем использовать, кому подходит, например, демотен, да, но это чаще, когда кожа проблемная. Вот, и, собственно, обязательно защищать от солнца, потому что солнце – это триггер, очень мощный для, собственно, проблем с чувствительностью, у пациентов с розацией – это основной триггер, хуже красного вина, как шутят пациенты с розацией. Вот, солнышко хуже красного вина. Это шутка. Это же красное вина – один из таких самых ярко выраженных триггеров, тоже при розациях для обострения. Домашний межпроцедурный уход для проблемной стрессовой кожи я вот в отдельный слайд вынесла специально, то есть это именно когда обострение акне и так далее. То есть обязательно мягкое очищение, обязательно очищаем, если используемся косметикой, если поры склонны к закупориванию, то есть если выражен настолько гиперкератоз, что они закупориваются и без косметики различной декоративной, то обязательно двухэтапное умывание пытаемся ввести, подбираем для себя оптимальный вариант, например, гидрофильного масла или бальзама в сочетании с мягким нашим гелем очищающим. Наносим на проблемную кожу сыворотку стопакне. Можно утром, можно и утром, и вечером. Я беру утром и вечером, допустим, если у нас нет какого-то лечебного препарата, назначенного врачом. Соответственно, стопакне со злоиновой кислотой мы наносим либо локально на участки с воспалениями, либо можно нанести, например, на все лицо. И дальше мы можем нанести, например, защитный крем сразу, а можем, допустим, если мы на участке наносим стопакне, закрыть все лицо, лицо и шею, демотеном, либо сывороткой пробиазки, тому больше подходит что. И, соответственно, с первыми лучами агрессивного солнца, то есть когда ультрафиолетовый индекс в прогнозе погоды будет превышать 4 балла, мы уже используем достаточно высокие уровни СПФ. Ну, проще всего, конечно, мультипротектор 50+, ну или какие-то аналоги с не ниже, чем 30, с защитным фактором. Потом при выраженной обезвоженности мы, в принципе, под демотен можем и даже под стопакне наносить интенсивно увлажняющие сыворотки, например, 3D-увлажнение или там интенсив омоложение, то же самое. Вот. И, соответственно, таким образом просто добавлять извне немножко влаги, да, ну и не забывать, конечно, пить чистую воду, потому что влагу основную всё-таки у нас организм получает не снаружи, а изнутри. Вот. Вечером мы точно так же очищаем кожу, да. Соответственно, то же самое вспоминаем, то, что я говорила, да, утром мы можем не обязательно использовать очищающие средства, да, если мы вечером ничего такого плотного, каких-нибудь мазей, там, каких-то лекарственных препаратов на коже не используем и подушку часто на ручку меняем, да, то, в принципе, мы с утра можем спокойно ополаскивать лицо мягкой водой, кипяченой, рефильтрованной, и протирать тоником. Вот. Соответственно, вечером мы должны уже чистить более тщательно, вот как раз двухэтапное умывание использовать желательно, можем использовать тоники. Если кожа хорошо реагирует на небольшую концентрацию кислот, даже при повышенной чувствительности иногда это допустимо. Ну, например, тоник с аха-кислотами я обычно, ну, в осенне-зимний период рекомендую не каждый день использовать, в остальные дни какой-то универсальный тоник, более нейтральный. Вот. Соответственно, в летнее время можно, например, делать перерыв и там с аха-кислотами, тониками не пользоваться, да. Вот. То же самое речь идёт и о уходе, да, с кислотами. То есть у нас есть, например, сыворотка альфа-дерм, которая очень хорошо себя показывает именно на проблемной коже, но тут надо уже смотреть, подойдёт, не подойдёт. То есть там такая концентрация кислот, небольшая, да, плюс там миндальная кислота, которая антибактериальным действием хорошим обладает. Вот. И большинству даже бывает, что при чувствительной коже и пациенты с розацией у нас тестировали, ну, и потом уже, когда она стала продаваться, покупали её. И нравилось то, что она не вызывает раздражение, как большинство кислотных средств. То есть она очень мягко действует, более того, даже работает с покраснениями. Ну, это благодаря как раз миндальной кислоте, которая хорошо на сосуды влияет. Но, учитывая то, что это кислота, надо очень осторожно пробовать, смотреть, да, может, сначала на каком-то участке кожи, да, например, нашей, и потом только вот её вводить в уход. Вот. Более универсальный вариант – это гель-пективовый, который не содержит никаких кислот, у него кислый паж за счёт цитрусового пектина, и, в общем, в принципе, он достаточно хорошо переносится. И, кстати, предотвращает появление пигментации нежелательной, ну, насколько это возможно. Соответственно, опять-таки, под средства основные уходы мы можем наносить интенсивные сыворотки с ультравой и низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, то есть интенсивно увлажняющие, и таким образом строить свою рутину. Вот. И один раз в неделю мы можем делать дома вот это вот глубокое очищение по типу, как мы делаем в протоколе чистки в салоне, да, то есть берём или энзимную пектиновую маску, или тот же самый кофейный скраб с энзимами граната, только не используем скраб. Вот. Хочу ещё раз подчеркнуть это. Вдруг кто-то будет смотреть потом на Ютубе по диагонали и ужаснится, да, что про чистительную кожу я рекомендую скраб. Нет, не рекомендую. Вот. Но эту маску, то есть кофейный скраб, можно использовать просто как маску, не задействуя абразивами. Нанести и скру. Вот. Ну и декоративную косметику возможность исключать при проблемной коже, особенно в обострении, да, можно использовать антисептические пудры вместо декоративных пудр. Ну, насколько нам это сейчас будет доступно, не знаю. Вот. И использовать бесспиртовые при необходимости кожные антисептики, да, то есть это хлоргексидин, как более дешёвый вариант, актонисепт, как более дорогой вариант, чуть более, может быть, эффективный, для того, чтобы, если вдруг действительно обсыпало и много гнойных каких-то вот воспалений по какой-то причине возникло, да, можно какое-то время, да, несколько дней, там, как правило, дня 3-5, да, использовать антисептик, там, 2-3 раза в день, но не дольше, для того, чтобы не создать себе патогенную флору, устойчивую вообще ко всему на коже, то есть с антисептиками, так же, как с антибиотиками, будьте осторожны. Вот. На этом я, наверное, всё, что хотела сказать. Вот.